На чем еще можно заработать? Эта тема в последнее время все больше волнует каждого из нас. К нам в редакцию часто обращаются телезрители, радиослушатели и читатели нашего сайта с вопросами на различные экономические темы. Но, впрочем, вполне насущного характера. Где и как лучше хранить свои сбережения, как приумножить капитал, какая средняя зарплата по Твери и сильно ли она отличается от столичной. Наши корреспонденты регулярно освещают эти темы, привлекая экспертов из области финансов. Кроме того, мы нередко предлагаем и самим тверичанам поделиться своими соображениями о том, как они сегодня распоряжаются своими накоплениями. Итак, экспертное мнение специалистов и ценные советы горожан в нашем следующем сюжете. По официальной информации, расстата средняя зарплата в Твери и Тверской области в нынешнем году увеличилась на 13%. С начала лета 2022 года средняя зарплата в Твери составляет 33 700 рублей. При этом в микропредприятиях численностью работников до 15 человек средняя зарплата составляет 17 200 рублей. В малых предприятиях численностью сотрудников до 100 человек уже 28 600 рублей. При этом в бюджетной сфере Твери средняя зарплата 35 400 рублей. Но, как говорится, жалование это одно, а потребности запроса работников это другое. И мы решили поинтересоваться у жителей Верхневожья, а какая им сегодня необходима сумма дохода для комфортной жизни в нашем Тверском регионе. Для комфортной жизни пенсионерки? 30 тысяч. Я не знаю, 1060-70, наверное. А вы зарабатываете столько? Нет, конечно. Для комфортной жизни месяц. Я думаю, 1010 будет хватать вполне. С учетом выплаты кредитов и всего-всего-всего, ну, 1100, наверное. А вам комфортна сейчас жизнь на вашу зарплату? Я терпеливый человек. В районе 100 тысяч. В данный момент, наверное, не меньше 50 тысяч. На одного 50. По результатам опроса можно заметить, что для каждого уровень комфортного дохода разный. Кому-то хорошо уже при наличии в кармане хотя бы 10 тысяч рублей, а кто-то почувствует удовлетворение своим материальным положением, лишь начиная с 50 тысяч рублей и более. Вместе с тем финансовый эксперт, заместитель генерального директора страховой компании крупного российского банка Виктор Дубровин подчеркнул, что 43% жителей России независимо от уровня дохода живут от зарплаты до зарплаты. Такие часто вынуждены, что называется, перехватывать до получки у своих коллег и знакомых. Таким образом встает вопрос у граждан, как же грамотно распределить свои финансы. Самый простой способ контролировать финансы советуют финансисты создать табличку в любой удобной программе или даже попросту на бумаге и вносить туда текущие расходы. Ведь деньги, как известно, любят счет. Это поможет увидеть более ясную картину трат и при соблюдении определенной финансовой дисциплины добиться того, что денег станет хватать при любой зарплате. А точнее это позволит соразмерить свои расходы со своими доходами. Ведь как гласит русская пословица, кто как потопает, то так и полопает. И в продолжение затронутой темы личных финансов граждан. Специальная информация от телеканала Панорама ТВ. Компания Суперджоп провела опрос, по результатам которого оказалось, что те, кто занимается любимым делом, зарабатывают больше. Свою нынешнюю работу любят 52% жителей Твери, тогда как каждый четвертый вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают теплые чувства к работе заметно чаще мужчин. Тему сбережения и преумножения личных финансов мы продолжим в наших следующих выпусках. На очереди многочисленные вопросы, связанные с приобретением жилья, в том числе и с инвестиционными целями. Не пропустите.